всем привет дорогие друзья из антальи время 6 утра пятница 17 декабря и я отправляюсь аэропорт а лечу я куда лечу я в россию сначала в москву а потом в мурманск и в этом видео я вам покажу как проходит посадка на самолет какие правила в аэропорту в общем расскажу о всех самых последних ограничениях или возможностях которые есть сколько стоят билеты покажу что продается в duty free по каким ценам после того как лира очень сильно упала доллар и евро выросли и так далее в общем подписывайтесь на мой канал будет очень много интересного после этого выйдет видео о том что я купила в подарки своим родным знакомым коллегам и так далее ну в общем обязательно подписывайтесь на мой канал выйдет много видео шопинга вы наверное заметили что я не выпускала видео очень долгое время порядка наверное двух месяцев уже потому что было очень много работы сделаю спойлер друзья мы открыли новый совершенно потрясающе классный офис когда вернусь из россии сделаю видео там сейчас идет ремонт приехала новая мебель ну в общем много всего интересного вас ждет поэтому подписывайтесь и едем летим москву мы уже приехали в аэропорт в аэропорту анталии сейчас на данный момент работает только один терминал первый на международние и внутренние рейсы но сегодня с утра я смотрела свой рейс и на интернет страничке на сайте аэропорта было написано что в скором время откроется и второй терминал в общем сейчас припаркуемся и идем на регистрацию все дорогие друзья я зарегистрировалась на рейс кстати если вы покупаете что-то в магазинах анталии обязательно спрашивайте про текст-фри стойка текст-фри находится прямо около стоек регистрации и до того как вы зарегистрируетесь на рейс дадите свой багаж необходимо пройти на стойку такс-фри показать все ваши чеки и показать все товары которые вы купили это обязательные условия после этого вы можете сдавать все в багаж что необходимо для вылета в россию только российский паспорт регистрация на госуслугах для въезжающих из-за границы до того как вы садитесь на самолет ну и конечно же билет самое главное кстати билет я покупала за месяц но что касается билетов можно покупать заранее конечно же они будут стоить дешевле я покупала примерно за месяц за несколько недель заплатила я 800 лир со всеми килограммами по ссылке в описании смотрите где я покупаю билеты я прошла все паспортные контроли все кстати было очень быстро народу мало и сейчас идем такс-фри ищем свой выход кстати у меня будет вылет в 9 вечера сейчас без 15 8 и выход будет известен 8 часов в общем друзья гуляем по аэропорту смотрим что здесь есть интересного кстати обязательно пишите в комментариях покупаете ли вы парфюм возможно алкоголь или какие-то другие товары такс-фри я люблю смотреть все самые главные новинки здесь поэтому иду смотреть здесь очень много новинок например от серии мюблер вот такие вот новые духи или если кто-то знает напишите как аромат в нет пробника и конечно же новинки от барбари очень классный аромат вот этот вот blush стоит 103 или 75 очень люблю барбари хлои кстати вот эти вот ароматы очень потрясающе например но мат 95 лет в общем цены на косметику на духи 100 миллилитров порядка 100 евро 50 миллилитров 60 70 евро ну и конечно же косметика очень мне нравится кларанс у них потрясающий крема для рук для тела есть классные скрабы тоники в общем супер ну и конечно вот эта вот марка биотерм еще со времен когда я жила в норвегии прям я ее помню и очень люблю elizabeth arden у elizabeth arden потрясающие вот эти вот духи зеленый чай и кстати вышло несколько вариантов которые кстати я хотел как раз попробовать зеленый чай и мимоза зеленый чай вот elizabeth arden кстати потрясающий свежий аромат вот кто хочет что-то недорогое 20 евро стоит и очень свежий ну кто любит что-то такое кисленькое jo malone здесь тоже у них большой выбор различные косметики сейчас эта марка очень популярна и уже малоны очень классные ароматы для дома и вот такие вот красивые подарочные новогодние наборы посмотрите какая красота у gucci тоже вышел новый аромат называется flora 50 миллилитров стоит 80 евро вот кто любит такого плана цветочные свежие ароматы обратите внимание вот на эту коллекцию особенно вот на этот аромат кстати здесь скидка 107 евро 100 миллилитров у тире мегле есть аромат который называется angel он конечно же очень сложный аромат но носится он потрясающий и потрясающе раскрывается поэтому если хотите тоже обратите внимание вот на этот аромат кстати он стоит 85 евро 50 миллилитров вот такая вот звездочка у versace есть потрясающий аромат который называется и раз мужской аромат просто невероятный один из самых потрясающих ароматов которые я когда-либо встречала 50 миллилитров 60 евро я уже пришла пришла к своему выходу нас 15 выход кстати в аэропорту имейте ввиду вода стоит 2 евро в общем такс при просто огромный выбор всего и вот такое здесь классное новогоднее настроение наша посадка начнется через минут 15 ну а как я уже сказал в аэропорту народу немного все очень спокойно классно перед новым годом так размеренно можно купить всякие разные вкусняшки кстати я уже говорила но снова скажу напишите покупаете ли вы что-то в такс-при в общем я иду на посадку летим летим в москву в домодедово накачала себе на нетфликсе фильм который не успевала посмотреть сейчас буду смотреть в общем все друзья мы взлетели и сейчас летим над анталии в сторону моря кстати видите какое огромное количество теплиц в анталии здесь выращивают не только различные фрукты овощи но и саженцы которые также продают за границу все друзья я прилетела дела дела свой багаж кстати здесь на выходе большое количество стоек с тестами потому что мне необходимо делать тест потому что вакцина у меня турецкая не российская и насколько я поняла тест 24 часа стоит что-то порядка трех тысяч рублей сейчас иду на выход на электропоезд чтобы ехать в центр и ищу банкоматы ну что друзья я сдала вещи в камеру хранения 800 рублей одно место а проезд на авиаэкспрессе стоит туда-обратно тоже 800 рублей в общем сажусь в поезд друзья пока еду в поезде хочу вам рассказать один интересный момент из анталии когда вы летали было просто потрясающая солнечная погода хоть и всю неделю обещали дождь и сегодня тоже обещали дождь почему дождь в дождь лучше не лететь потому что бывают задержки рейса до нескольких часов один раз мы летели из трапзона в анталию и лететь всего 40 минут а задержка рейса самолет точнее был в воздухе кружился над анталии из-за урагана три часа представляете то есть мы из трапзона до анталии летели всего вместо 40 минут мы летели три часа в общем было не очень весело но пришлось ждать к сожалению не давали посадки самолету погода была отличная в москве как я вижу немножко серо здесь снег еду сейчас на аэроэкспрессе в центр на повелецкий вокзал и обратно в 8 вечера уже вернусь обратно на вокзал у меня рейс в морманск без 10 11 в москве у меня несколько встреч ну и просто погуляю по городу я уже несколько часов гуляю по москве друзья что забыла даже снять вам видео после того как вышла с аэроэкспресса уже наступил вечер сейчас около 6 вечера и в центре на красной площади вот такая потрясающая ярмарка и стоит самая главная елка страны кстати друзья мне очень повезло с погодой в москве да видите говорю я прилетев из анталии и надев теплую куртку смехом перчатки теплые зимние ботинки в общем с погодой меня на самом деле повезло потому что не холодно я не знаю сколько сейчас градусов мороза но градуса 2 3 наверное есть но не минус 19 20 как обещают ближайшее время кстати стала снимать на телефон потому что камера включилась в сумке и села батарейка и полностью села карточка которая записывает видео в общем еще раз покажу вам вот эту красоту которая здесь в москве но вы знаете что мой канал не о москве россии а о турции и в прошлом году мы были с ребятами и в москве и на кольском полуострове очень классно отдыхали познакомились с ребятами из турции которые здесь живут в общем очень много всего интересного происходит и будет еще больше интересного на моем канале поэтому обязательно подписывайтесь а я иду гулять дальше по москве последние кадры в этом видео с красной площади и я отправляюсь в сторону большого театра у большого театра вот такая вот красивая новогодняя инсталляция здесь и шары и кареты и сани и каждый год мы сюда приходим любоваться вот этой вот красотой настроение поднимает просто невероятно поэтому друзья если вы хотите невероятного новогоднего настроения советую вам всем ехать на москву другой большой город я чувствуете это новогоднее настроение и где есть на мы туда идем и идем дальше друзья загадывайте желание здесь настоящий ангел который исполнит все ваши желания готова красота друзья вот так вот быстро мы прилетели в мурманск здесь очень холодно и едем домой все друзья все случилось очень быстро из москвы прилетели встретили меня с цветами едем домой отдыхать друзья как вы думаете где я нахожусь а нахожусь я уже в самом центре мурманска здесь все в огнях стоит вот такая вот одна потрясающая елка на той стороне тоже елка и очень много огней и посмотрите какие красивые здесь украшения гирлянды в общем все в огнях новый год приближается кто живет в россии напишите в комментариях подробнее про вот эти вот qr кода потому что в москве например несмотря на то что у меня есть вакцина и qr код турецкая вакцина фазе ну немецкая но я делала вакцину в турции я немного не поняла но ни в каком торговом центре например в москве у меня qr когда не спрашиваю не в сумме не в гуми не в каком другом а здесь торговых центрах насколько я знаю вот например мурманск если у вас нет qr кода то вы можете пройти только в продуктовый магазин а в другие магазины вас не пустят в общем какая-то такая странная ситуация но в москве не на рождественской ярмарке нигде не спрашивали вообще не тест не qr код совершенно ничего а в самом центре мурманска вот такая вот красота это даже не елка а нет елка да это сначала это шатер елка которая шатер который перетекает в общем вот так вот интересно в этом году сделали стоят олени и вот такой вот здесь красивый шатер да и посреди шатра стоит елка в общем посмотрите мне кажется очень красиво празднично и волшебно потрясающе настроение действительно новогодние в общем друзья вот такой вот у нас получилось интересное видео от аланьи до мурманска я вам все рассказала показала как я доехала какие правила в аэропортах какие правила нахождения в городе в общем вы все видели поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал ставьте пальчики в следующем видео я вам покажу расскажу что я привожу с собой в подарки из турции в россию в общем сделаем распаковку расскажу вам все секреты того где покупать классные продукты по недорогим ценам поэтому обязательно подписывайтесь ставьте пальчики вверх комментируйте ну и конечно же приезжайте в аланию в турцию и путешествуйте на сегодня с вами прощаюсь всем пока пока всем классного новогоднего настроения в следующем выпуске Субтитры подогнал «Симон»